Уважаемые телезрители, я приветствую вас на новостном портале LoveMD в эфире программа LoveZone. Сегодня у нас в гостях примар муниципе Чудрелунга Анатолий Афанасьевич Топал. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Афанасьевич, первый вопрос, который меня очень давно мучает, у вас, к сожалению, не получалось к нам приходить, но я хочу вам его задать. Последнее заседание муниципального совета и выступление господина Ибрешим, глава агропромышленного комплекса. Значит, он выступает по поводу ситуации на Каниферме, и он сообщил на сессии, что, оказывается, им не хватает финансирования для функционирования Канифермы. Удивительно, конечно же, не хватает специалистов, и люди увольняются. И якобы они не могут найти грамотного руководителя. Вот в этой ситуации вы, как человек, возглавляющий этот город, как человек, который предлагали взять на баланс данную организацию, Каниферму, вот вы что думаете по поводу этих слов? Ну, во-первых, он сам, кстати, попросился с выступлением на муниципальный совет. ГРТ любезно согласилась его снять, и почему-то, после того, как сняло его выступление, ушло. Я им предложил снять наше заседание муниципального совета, но у них была другая установка. Это очень жаль, что ГРТ очередной раз показала, что она работает только по заказу. Если говорить про Адпролин, к сожалению, мои опасения, о которых я говорил, и говорил несколько раз, за это меня критиковали, и он, в том числе, критиковал. Не только он, скажем так, подтвердились, и проект к началу сентября завершен не был. Директора они не нашли. Один работал один день, другой три дня, третий семь дня. И сегодня его директора конюх. И конюх увольняется. То есть ситуация на предприятии ухудшается. Есть проблемы с кормами, есть проблемы с финансированием. И я делаю очередной прогноз официально. Вот я делал прогноз, что к началу сентября ничего не будет, что в декабре месяце при утверждении бюджета ГГУЗИ, они просто примут решение на РУС на то, чтобы передать предприятие на баланс муниципального власти Чедер-Нунги. Тем более такого рода обращения неоднократно мы принимали в адрес Народного собрания. И я думаю, что... Я очень надеюсь, что до декабря месяца там ничего еще худшего не случится на данном предприятии. Мы готовы данное предприятие взять на баланс, развивать. Очень плохо, что мы... Второй этап, который был по задумке того прошлого исполнительного комитета, что следующий этап будет подаваться через агентственное развитие, где можно было привлечь еще 25 миллионов лей. Поезд ушел, эти деньги потеряли. И ни примар Анатолий Топал, никто уже не сможет все вернуть назад. Нужно будет уже искать других партнеров, другие фонды, где мы могли бы привлечь средства для того, чтобы завершить создание хорошего туристического комплекса на базе предприятия от Пролингиди. Лошади остаются в центре. То есть все эти направления, которые там планируют развивать, все крутится вокруг лошадей. Я уверен, что мы найдем и директора компетентного, который сможет управлять данным предприятием и сможем более эффективно это предприятие развивать и даст ему просто потеряться. И вот эти слухи, которые уже ходят, и они имеют какой-то небольшой уже, скажем, под собой почву, что в Камрате планируется это аналогичное предприятие построить. Или открыть комплекс. То есть для жителей Чадрунги это очень больно. И мы бы не хотели, чтобы мы дошли туда. Пускай будет параллельно в Камрате строиться, но чтобы мы наши готовые предприятия сохранили и смогли развивать. А это только сможем сделать мы. Согласна. Еще одно гениальное высказывание от начальника АПК. Никто не хочет работать там, где пахнет, скажем так. Никто не хочет таскать тяжелые тачки. У меня вопрос до сих пор. Проблем с этим не было. До сих пор люди работали. Предыдущий руководитель тоже работал и ничего не говорил. Причем, насколько я помню, он полностью отдавался с этой работой. Асхалт Юкики, или что он, если работал, косой, занимался лошадьми. То есть, ну мы и говорили тогда, что такого директора, как эта потомственная семья, которая потомственная конь, которая занимается этим. Только Константин Васильевич отдал там предприятие 45 лет. Его сын 15 лет. Это преемственность, которая только эта преемственность могла там дальше продолжать. И считаем, что сегодня есть возможность это продолжить. Но при том менеджере, который сегодня есть, это мы видим, что невозможно. Константин Васильевич присутствовал на данном заседанном совете. Он категорически заявил, что я не буду возвращаться на данное предприятие. Тем более, там есть сейчас какие-то непонятные все движения, которые пошли вокруг данного предприятия. Оказывается, почему не вкладывали деньги? А кто должен был в деньги? Деньги должна была вкладывать региональная власть. Конюшни, состояние которых аварийное, благоустройство территории. То есть, проект, который готовил исполком, он был нацелен на то, что мы, не имея своих средств, можем привлечь республиканские деньги. И могли привлечь еще 25 миллионов. Но, к сожалению, первый этап не завершен. Сроки не выдержал исполненный комитет. И, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Данда города, объект предполагает, что нужно работать, где есть запахи, где есть все это дело. И не каждый, если кто-то из директора думал, что я приду, у меня будет кабинет, кресло, буду сидеть там, нажимать на кнопочки, и автоматика будет лошадей пасти, кормить, заготавливать зерно. Но, к сожалению, мы до этого пока не доросли, и технологии не скоро у нас идти будут. Но там, где мы могли привлечь средства, вот они, и была возможность. Это мы упустили. Я думаю, что это непростительно для нас. Согласна. Анатолий Фанасьевич, я хотела бы узнать, какого состояния дорог в Чудро-Лунге после этих сильных проявных дождей? Состояние дорог, в принципе, как и по всей Молдове, есть. Но мы уже привлекли к тому, что реакция, к сожалению, со стороны регионных властей, да и центральных на наше состояние, наше дорог, она не всегда положительная. И мы понимаем, что писать письма, обращения фактически бесполезно. Поэтому мы все, что можно делать, делаем за счет своих собственных средств, своими силами. В течение этих нескольких лет мы постарались максимально те дороги, которые смывала щебень на нашей центральной улице, Лейна, Буджарскую, капитально отремонтировать. И самое главное, то, что нам удалось в течение периода почистить два канала, наши две эти речки, Лунга и Стратан, это тоже дало плюсы большие. И вот после вот этого пятичасового дождя, который шел непрерывно в течение пяти часов, больших проблем, связанных с ущербом для жителей у нас нет. Да, есть частично улицы, которые смытые, подмытые, но мы даже не стали обращаться. Мы сами своими силами устраняем. Мы это делаем практически после каждого дождя. Есть еще несколько улиц, которые нужно капитально отремонтировать для того, чтобы полностью избежать вот эти дороги, которые находятся под большим уклоном, где смывается периодический щебень после таких проливных дождей. Работу мы будем продолжать и в октябре месяце, потому что невозможно сразу все капитально восстановить, потому что объем есть. Но, как я сказал, мы рассчитываем только на свои силы. Согласна. Европейский проект по переработке мусора. Если можно, расскажите, о чем это речь и как будет проходить эта переработка мусора? Проект, который мы ждем уже 6 лет. Значит, он 6 лет назад еще его обозначали. Потом как-то он потерялся, не было ничего слышно. Последний год пошла информация, что готовится новое ТО. Я знаю, что выделен первый транш 4,4 миллиона евро. Европейский ЕБР и Принципбанк Рикосу развития. Данный проект предполагает охватить юг Молдовы. Такой же проект уже идет на севере. Не только территорию Гагаузии, но и Кантемирский, Тараклийский и Кагульский район. Он предполагает, что будет несколько перевалочных пунктов, где конкретно они будут построены. Там несколько раз уже менялись места дислокации. Но с населенных пунктов, с городов и сел данный мусор будет собираться, свозиться на перевалочные пункты. Они будут находиться в географических пределах до 30 километров от села и городов. Дальше он будет сортироваться. И дальше мусор, который не полезный, потому что есть мусор, который полезный. Это картон, это пластик, который можно переработать и зарабатывать данные деньги. Остальные уже не полезные. Мусор будет вывозиться в Кагул, где будет полигон, где два варианта. Или это будет мусороперерабатывающий завод, или мусорожигающий. Это уже по концепту мы точно не знаем. На этом этапе мы должны были принять на уровне городов решение совета. Мы такое решение совета приняли. И дальше ждем реализации проекта, потому что это будущее, это экология, это здоровье наших детей, внуков. И такой проект нужен действительно Молдове. И он является действительно приоритетным. И мы очень надеемся, что он стартует. И мы в течение нескольких лет сможем уже видеть плоды данного проекта. Да, есть опасения, что это может сказаться на тарифах для населения. Но считаю, что здесь уже должны будут подключаться мест вороны власти, мэрии и советы, где постараться максимально смягчить, чтобы не было плюс нагрузки для наших жителей. Если нужно даже в том числе субсидировать, но если мусор будет собираться, централизованно перевозиться, сортироваться, и эти наши несчастные полигоны, которые постоянно горят, дымят, создают очень много проблем экологии нашим жителям. Если нам придется их просто закрыть, то это будет очень большой плюс для всех населенных пунктов. То есть я правильно понимаю, получается в городе будет в одном месте стоять несколько мусорных контейнеров, и люди будут получать... Нет. Нет? Для города ничего не поменяется. Также мусор будет собираться. Единственное, что мусор будет возиться не на полигон наш, который фактически не имеет статуса официально. Он будет возиться, возможно, это будет Таракле или Новоселонка. Машины просто расстояние будут проделывать, и дальше он будет уже перерабатываться. То есть, получается, в этой связи оплата за уборку мусора вырастет, я так полагаю? Я поэтому сказал, что здесь зависит от первого момента, как будут работать советы и мэрии для того, чтобы смягчить нагрузку на жителей экономических агентов. И второй момент, который мы еще обсуждаем, мы его видели в Румынии, в Ясах, где мы были. За полезный мусор каждая мэрия получает деньги. То есть, картон, пластик, который с того мусора, который, допустим, 10 тысяч тонн, если вывезли из города, если 2000 тонн полезного мусора, то есть опыт, по которому за 2000 компаний, которые занимаются, энную сумму мэрия оплачивает, которая может пойти на погашение вот этого возможного закрытия, повышения тарифов. Чтобы не допустить для населения. Главная задача этого проекта, чтобы не допустить, конечно, повышения тарифа, потому что населению действительно нашему очень тяжело. И сегодня каждое повышение местного сбора очень больно бьет по жителям. А сколько сегодня стоит вывоз мусора у вас? У нас стоит на каждого жителя физически 15 лев в месяц. И все ли оплачивают? Ну, я вам скажу, что у нас собираемость очень хорошая. Мы благодарны жителям, что они с пониманием относятся. И услуга по вывозу, она у нас, хоть и немного убыточна, мы и так ее частично датируем, потому что не получается покрывать полностью. Мы должны налог сделать, наверное, 50 лет для того, чтобы это было, во-первых, прибыльно, или хотя бы выходить по нолям. Но на уровне 15 лет считаем, что достаточно. И процент, который оплачивает, где-то около 95. То есть у нас собираемость хорошая. И мы благодарны, что жители экономических агентов практически своевременно оплачивают вывоз твердых бытовых отходов. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ситуация, которая произошла, развернулась не так давно. Два случая в Гогозленде. Это ребенок поломал конечность и удар электрическим током двух мужчин. Плюс в интернете гуляет фото, где показано, что ни качественно, ни добросовестно установлены аттракционы. Вот на ваш взгляд, вот такой проект, о котором мы очень долго кричали, обещали, что будет все круто, все шикарно. Да, я не знаю, я там не была, не могу судить. Но вот то, что оно не доделано, это вообще нормально? Ну, во-первых, что-то такое родопроекты не нужны. Такое родопроекты нужны, они нужны в населенных пунктах, городах. Потому что задача властей всех уровней обеспечить, детям возможно заниматься на детских площадках, на спортивных площадках. Это входит в одну из обязанностей мест хворной власти всех уровней. Примарии, районные, региональные, центральные. Мы этим тоже занимаемся. У нас есть концепт, по которому мы хотим построить в Чадурунге Луна-парк, наш, муниципальный, в нашем парке. Но там не будет все бесплатно. Но не может быть бесплатно, кто-то должен за это платить. За электроэнергию, оплата персонала. Ну, бесплатным бывает только мы сыр-башеловки. Мы это все понимаем. Даже в Советском Союзе, насколько у нас была страна богата, развита, экономически не было. Другой вопрос, какие будут установлены тарифы. Это можно просто на уровне каких-то минимальных, чтобы покрывать элементарно электроэнергию и персонал, который там работает, не думая о какой-то прибыли. Это возможно, это мэрия и Советы могут сделать. И у нас идея в этом есть. Вот давайте закончим с этим. Если говорить про Гагаузленд, то да, проект нужен. Очень хороший проект, который касается... Но ведь он не решает все проблемы Гагаузии. У нас есть проблемы, которые считаю, что более важны. Это рабочие места, это развитие экономики, промышленности, собираемость налогов, увеличение налоговой базы, не повышение налогов, а увеличение для того, чтобы открывались рабочие места, стимулирование, открытие рабочих мест. Любой объект, который строится, я говорю на примере мэрии, мы строим, мы получаем, для того, чтобы получить разрешение строительства, мы получаем десятки разрешенных документов, которые очень долго тянутся. Без получения разрешенных документов, экология, стройной инспекции, центры общественного здоровья. То есть мы не можем начать строительство. Нас за это сразу карают. Потому что есть закон, есть требования, что к частнику. Сегодня вы, житель, попробуйте построить у себя во дворе сарай без разрешенных документов. Это невозможно, потому что вы должны пройти все круги, я называю, ада. Потому что очень много бюрократии. Реально. То есть нам мы обязаны делать, частники должны быть. И такого рода объект, конечно, должен тоже пройти через эту всю процедуру. Но и самое главное, объект должен официально быть сдан в эксплуатацию. Подписан комиссионно, потому что, допустим, у нас в последнее время было много примеров нехороших, когда падают ворота на футбольных мини-полях. И если трагедия, когда человек или увечья, или даже есть смертельный случай. То есть наши детские площадки, где стоит площадка и две пары ворот, жестко контролируются, проверяются структурами, которым поручены. Значит, там требования жесткие. Здесь это детский объект, которым собирается несколько тысяч человек. Поэтому такого рода объекта должны быть на особом внимании у контролирующих структур в плане безопасности детей. Поэтому то, что произошло, это плохо. То, что такие объекты нужны, это факт. Но если объект не сдан в эксплуатацию, насколько информация, и было поспешно что-то открыть, и для того, чтобы провести мероприятие, это понятно, что перед выборами, это, конечно, плохо. Но родители, дети, когда приходят на такой объект, они должны понимать, кто отвечает за безопасность. И самое главное, это безопасность должна соблюдаться. Поэтому здесь требования закона, что к мэрии, что к частникам, что к любым. Но если это социальный проект, никто не освобождает его от обеспечения безопасности. Это четко в законе прописано. Если бесплатно, значит, можно идти на нарушение. Нет, конечно. Все согласно закону. Есть ли это у нас национальный инспекторат политического надзора, который несет ответственность по контролю за обеспечением безопасности на всех объектах? На таких тем более. Которые подчиняются Министерству инфраструктуры и Голиона развития Республики Молдова. Спасибо, это ваше мнение. Теперь вы немножко вначале затронули по поводу Луна парка, если можно. Это будет какой-то проект, который будет финансироваться за счет бюджета города? Это проект, который мы подали заявку в рамках проекта ревитализация. Это восстановление. Это третий этап. Через агентство районного развития Гагаузии мы подали проект, концепт. Первый этап мы прошли отбора. Сейчас идет разработка проекта с меддокументацией. В этом концепте мы хотим в этой зоне ревитализации, в которой входит наш парк молодежи, к которому сейчас мы уже реализовываем два проекта. Через польский фонд Солидоти фонд мы отремонтировали мосты. Сейчас обустраиваем пешеходные велосипедные дорожки. Установлено баскетбольное и волейбольное поле. Будет построен конец диатор под открытым небом. Концепт этого проекта, который мы подали через агентство районного развития, соединить беговые велосипедные пешеходные дорожки. Это будет круг где-то 2 километра, чтобы люди могли прогуливаться, и чтобы была длинная велосипедная дорожка. И вот территория эта, жители помнят, где была дискотека до советского времени, мы эту территорию почистили. Там сейчас получилось такое хорошее пространство, где по планам нашим мы хотим поставить лунопарк муниципальный, который будет администрировать наши муниципальные предприятия. Цены будут устанавливать совет. Они будут намного ниже, чем ниже те, которые предлагают экономические агенты, которые предоставят такие услуги в праздничные дни. Мы взяли за опыт Бендеры, где в крепости они такой же лунопарк построили, где стоимость условно 3-5 лев, потому что чтобы она хотя бы окупала элементарно, как я сказал, электричество, и персонал, там 2 человека, которые работают, следят за данным объектом. Если нам удастся реализовать, то данный проект должен на следующий год начать реализовываться, и в течение года мы должны его завершить. И тогда мы, там должны будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, то, что связано с электричеством, то, что связано с самими аттракционами. То есть это будет меньше, чем, конечно, в Кангазе, но думаю, что для наших жителей, для горожан это будет очень хороший объект, который позволит обеспечить нормальный доступ для детей, и где будут цены, как я сказал, очень приемлемые. И самое главное, там вода не будет стоить 20 лей, пирожок не будет стоить 30 лей или 50 лей, то есть задача будет не заработать, а обеспечить для детей досуг, ну и чтобы цены, соответственно, были по карману нашим жителям. Потому что, как я сказал еще раз, повторюсь, бесплатным, ну не может быть ничего. Я, как сказал, даже в лучшие времена Советского Союза ничего не было бесплатного. Даже питание в школах, которые выгодят, через бесплатные, и в садике бесплатные, в Советском Союзе ведь этого тоже не было. Поэтому сегодня мы должны понимать, что если бесплатно кто-то должен платить, где-то надо забрать, чтобы здесь оплатить. Чтобы там не забирать, то лучше здесь установить нормальные, регулируемые тарифы и цены, и тогда мы будем идти вперед. Местные власти муниципи Чедру Лунга выиграли очередной проект в рамках национальной программы «Государственные детские сады». Расскажите, пожалуйста, кем будет финансироваться, о какой с вами идет речь и что это такое? Хороший проект, который буквально два месяца назад объявило правительство Республики Молдова, в котором могли участвовать все органы Международного управления, он был нацелен на то, чтобы открывать ясельные группы в детских садах, то есть принимать деток до двух лет. У нас такой опыт был в принципе, в этом детском суде номер 8, но для детей до двух лет немножко должны быть другие условия, в том числе мебель, в том числе сами помещения, в том числе игровая площадка, в том числе теневые навесы. Мы подготовили, там сроки были очень маленькие, в течение месяца нужно было подготовить проект и смертную документацию верифицированную. Мы это сделали, подали заявку. Этот садик у нас самый большой, один из больших в Гагаузе, он больше 300 детей посещает, есть группа с эксклюзивными детьми, то есть как бы по критериям он подходит, и мы подали заявку, приезжали эксперты, мы показали им реально, что есть, как, и прошли отбор, и ждем теперь подписания договора. Это позволит нам этот детский сад сделать практически районным. В том числе очень много, ведь родители работают в Чадырунге, сел, в том числе Тараклиска. Если родители работают в городе, и они просят, что мы им предоставили детское саду место, то мы предоставляем. У нас детские сады принимаются с двух лет. У нас было исключение и полтора года мы принимали, когда был один родитель, и чтобы содержать семью, ему нужно было где-то работать, мы ребенка принимали в этот детский сад. Поэтому детский сад к этому готов, а если еще будут созданы хорошие условия, которые 90% суммы выделяет правительство Республики Молдова через Министерство инфраструктуры и развития, 10% это вклад в контрибуции в местах властей. Теперь хотелось бы задать вопрос следующего рода. Анатолий Афанасьевич, у нас в Камраде, в румынском лице, я знаю, что в этом году не было места для приема детей в этот лице. Знаю, что у вас открылись румынские классы, классы по изучению румынского языка. Вот расскажите тоже, пожалуйста, почему был это, в некотором роде, я так полагаю, это проект своего рода. Вот расскажите, как пришла эта идея. Этот проект еще 5 лет назад в мэрии обсуждался, мы ездили в Министерство просвещения, здесь выходили на Главное управление образования КГУЗИ, с тем, чтобы было много обращений от родителей, чтобы дать возможность детям изучать государственный язык. Отдельно у нас учебного заведения нет, и мы предложили руководству лицея, на тот момент 2-го, сейчас лицея Михаила Чекера, набрать параллельно класс, на ранее тоже набирается класс русский язык, набрать класс государственного язык обучения. Идея понравилась, но были проблемы, думали, где мы найдем педагога, где мы найдем персонал. Набрали первый класс, у нас было 30 детей. Набрали класс первый, пошло обучение, но мы начали думать, что будет в пятом классе, когда есть уже узкие предметы, нужны специалисты. И в прошлом году мы с директором над этой задачей работали. Директор поработал очень хорошо у нас, благодаря тому, что есть в Олиперже. Когда-то там была Молдавская гимназия, сейчас они объединились с лицеем, и этих педагогов нашли. И в этом году из этого класса, которым в первый класс пошло 30 детей, 29 вернее, точнее, сейчас 21 ребенок. В пятом классе есть класс с гастрологическим языком обучения. И самое главное, я думаю, что один из моментов, что данный лицей попал в 35 школ модерна, есть такая программа республиканская. И сейчас в данном лице идет реально оврал, проведение больших работ, меняются окна, центральное отопление, внутреннее отопление, ремонт класса. То есть это дало возможность этому лицее получить второе дыхание. И я считаю, что в том числе наш класс, который вот открылся, то есть в этом году набрали два класса. Один класс 25 детей с русским языком обучения, второй класс с государственным языком обучения. То есть мы даем водителям право выбора. Никто никого никуда не загоняет абсолютно. То есть родители сами решают. Вот мы когда в пятый класс собирали родители, молодые все родители, мамы, папы, вопрос задавали, почему вы отдали ребенка именно в этот класс? Мы хотим, чтобы наш ребенок знал языки, что мог себя чувствовать рисуете молодого свободно, говорить на языках. То есть я в этом не вижу ничего плохого, никакой угрозы руманизации от этого нет. Потому что мы должны дать возможность родителям право выбора. Не заставлять, не должна быть альтернатива. Пожалуйста, я не говорю, что русский класс, дети, которые учатся, это что-то плохое или что-то минус. Там тоже изучают государственный язык. Но здесь, в этом классе, акцент больше делается на языке. Родной, английский, и государственный язык обучения, и все предметы на государственном. И я не вижу в этом абсолютно никого. И у нас уже есть то есть преемственность. Есть первый класс, есть второй, третий, четвертый, пятый. Надеемся, теперь в следующий этап дойдем до девятого класса, что мы сможем, чтобы у нас был класс в звене лицея с государственным языком обучения. Хорошо. Чуть-чуть поговорим о руманизации. Вы чуть-чуть затронули этот момент. У нас в последнее время в Камрате можно услышать среди людей общение о том, что якобы наша сегодняшняя власть или ближайшее будущее Молдова войдет в состав Румынии. Есть ли такие разговоры у вас в Чедер-Лунге? Или может быть, на ваш взгляд, я не знаю, услышу ваше мнение, или это все-таки связано с выборами? Пожалуйста. Вы знаете, я с 19-го года был депутатом Народного собрания, сейчас примаром, 9-й год. Это 12 лет. За 12 лет, 12 лет назад у власти была не партия ПАС. Нет. Были, я уже не помню, демократы были, у нас было очень много партий у власти. И каждый раз перед выборами, то бишь местные, региональные, центральные, тема руманизации языка все время поднималась. Это я говорю то, что я последние 19 лет, но она поднимается на последние 30 лет, с момента, как развалился Советский Союз, и образовалась независимая ресурска Молдова. Вот эта тема, она муссируется, и все время перед выборами. Румынские танки, обеднение, все это происходит, и это ведь идет не от простых людей. Это выгодно политикам, которые идут на выборы или поддерживают их кандидатов. Это происходит и сейчас. Мы понимаем, что есть очень большое недовольство этой властью. У меня тоже есть очень большие пертензии к этой власти по тем реформам, которые они проводят. У людей тоже есть вопрос, связанный с газом, ценами на продукты. Это все обоснованно, потому что уровень жизни Молдови очень низкий. Здесь на пенсии маленькие, зарплаты маленькие. Мы должны думать, как поднимать пенсии, зарплаты. То есть газ дорогой, потому что у нас зарплаты, пенсии маленькие. Поэтому здесь это проблема центральных органов власти. Однозначно задача она должна решать, и та власть, которая приходит во главе государства, она должна заниматься проблемами людей. Но те политики, которые спекулируют, я называю это спекулянты, которые на этом просто набирают очки, но эффекта никакого нет. Вспомните наши даже местные политики, которые кричали русский язык, мы двухвекторные, мы трехвекторные. Я вчера на ГРТ слушал одного товарища, который так красиво говорит про патриотизм, а я вспоминаю, как он загонял людей на митинги в поддержку Плохотнюка за евроинтеграцию. А что поменялось? Что у него? Когда он ушел на пенсию, у него что-то в мозгу поменялось, что он кричит, что это все было неправильно, я был неправ. А что поменялось сейчас? Сейчас другие на его место пришли, которые тоже эту тему разгоняют. А люди, условно говоря, когда тебе ящик ГРТ как сутками вещает, что это плохо, это плохо, придут, придут, стоят на границе, а проходят выборы, и все, просыпаемся 21 октября, опять независимый с уликами Молдова, с нашими маленькими пенсиями, с нашими маленькими зарплатами, низким уровнем жизни, то есть ничего не меняется. И никто не приходит, нас не захватывает, не порабощает. Поэтому я бы посоветовал этим политикам быть немножко более обдуманным, и перестать играть на чувствах людей. А что-то сделать для своей улицы, для своего населенного пункта, для своей страны, и тогда мы маленьким шажками будем идти вперед. И опять будем ждать следующий выбор, чтобы опять тему муссировать, русский язык второй. Это хорошо, но ведь это все же декларация. Как только даже те, которые декларируют, приходят к власти, они все это забывают. Это все уходит на второй план. На первом плане непонятно, какие вопросы возникают. Поэтому я бы посоветовал людям меньше слушать этих провокаторов, а больше думать о том, как бы нам, что мы после 20 октября, чтобы в Молдове сохранился мир, что мы не за то, что происходит на Украине, что у нас газ был дешевый, но не бесплатный, бесплатно газа не будет, я уже говорил, но это невозможно. А приори невозможно, никогда его не было у нас бесплатно. Мы не та страна, которая может позволить себе полностью оплачивать газ, который поступает для жителей экономических агентов. А надо трезво размышлять, мыслить, понимать, что возможно, что невозможно нашей Молдове, которая не имеет ни своего электричества, ни своего газа. То, что к власти должны приходить государственники и меньше говорить, декларации делать, это факт. Это уже доказано, что только государственники могут нормальные вещи говорить и после этого, конечно, исполнять свой проведенный программ. То есть вы не верьте в то, что будет бесплатный газ? Нет, конечно, я не верю и никогда и не верил. И я своей маме не могу доказать, что не будет газа бесплатно, извините. Поэтому я понимаю, к сожалению, люди пожилого возраста верят в эти и главное, говорят, что вот мешает. Что значит мешает? Мы понимаем, что, ну нет, где у нас Саудовская Аравия, мне кажется, газ бесплатный, но мы же понимаем, почему там бесплатно и почему у нас никогда не будет бесплатно. Мы бы хотели, конечно, но этого не будет никогда. Никто никому не мешает, просто это невозможно. Ни физически, ни материально, ни практически. Ну, они нам же обещали, что будет Гагузленд, есть Гагузленд. Они нам обещали хорошие дороги. Где-то вроде что-то строится. Много чего обещали. Ну, у нас всегда строило что-то где-то. Ну, я согласна, Хорошо, до прихода той власти в Гагузе ничего не строилось? Дороги строились, детские площадки обустраивались, школы ремонтируются, больницы строились. При поддержке наших турецких партнеров много проектов. Есть проекты европейские, очень много реализованы. Есть дороги, которые построены, никто об этом не говорит открыто. Почему мы должны скрывать, что, допустим, больница построена при поддержке Турции. Допустим, улица Пушкина построена в Камрате при поддержке правительства Германии. В Чадурунге улица Чеканова, это рыночная улица, построена при поддержке европейского. Детский сад такой-то отремонтирован при поддержке, допустим, Польши. В Камрате детский сад построен при финансоведствах японского правительства. Почему об этих вещах не говорят, а мы говорим о том, что сейчас делается. Но это делать всегда. Хочется больше. Хочется больше, но всегда же дороги строились. И дорога Камрат, Чадурунга, Гайдары построилась. Дорога за счет бюджета построилась на Джалтай. Это строил бюджет Гагаузи. А что стоит сегодня бюджет Гагаузи? А сегодня бюджет Гагаузи ничего не строить, к сожалению. А где финансы? Не строить бюджет Гагаузи. Спасибо, что у нас тоже был в Чадурунге царственный небесный меценат Юрий Якубов. Он тоже очень много помогал. И техника спецтенка приходила из Кафедерации. И дороги. Но это делал безвозмездно. Нигде об этом не кричал. На каждом углу не кричал. Он даже говорил мою фамилию не называйте. Хорошие дела делаются тихо. Поэтому, а когда за этим стоит политика и желание прийти к власти, что потом все это закончится, это все временное явление. Мы должны пройти через это. Я уже говорил, вот то, что сейчас у нас есть в Гагаузи, мы должны через это пройти. И должны пройти, чтобы понимать, чтобы это у нас тоже было. Когда нас купили, продали, от нашей имени кто-то говорит с большой трибуны машет руками от имени Гагаузского народа. Никто не имеет права говорить от имени Гагаузского народа, кроме как сам народ. Это, извините меня, аксиома, она доказана, что только народ может говорить от имени себя. Но не какой-то политик, никакого отношения к Грузии не имеет. Какие у вас сегодня отношения с исполнительной и законодательной властью к Грузии? Средние, нормальные, скажем так. Мы ни с кем не конфликтуем, мы готовы работать со всеми, ни с кем мы не встречаемся, к сожалению. В моем понимании я девятый год примаром, и были лучшие времена, когда примара приглашали раз в месяц на заседание, где были совместные совещания с полком, народным собранием и примаром корпуса. Почему-то последние два года, даже больше, эта связь прокатилась, и все-таки инициатива должна выходить. Мы свою инициативу примары несколько раз обращали, спадали от наших властей, но, к сожалению, как-то не получается контакт. Все время он как-то проходит через силу, и как будто нам, вот мы только нам все нужно, больше никому не нужно ничего. Но ведь Гагаузия, это в первую очередь наши села и города. Будут развиваться села и города, будут развиваться Гагаузии. Имидж Гагаузии, это имидж села и городов. Согласна. И в этих городах и селах живут жители, которые отчисляют налоги, и за счет их налогов сегодня содержится вся эта верхушка, которая называется исполком и народное собрание Гагаузии, которая должна работать на благо Гагаузии, но не на благо продвижения интересов какого-то человека или какой-то партии. Независимо, ПАС, ШОР, коммунисты, социалисты. Но не должна власть Гагаузии продвигать интересы ни одной партии, ни одного человека. Есть интересы Гагаузии, есть интересы жителей, которые живут в городах и селах. А сегодня, как никогда, стоит остров. Твой примар, чужой примар. За примаром стоит у кого-то 3 тысячи человек, у кого-то 5 тысяч, у кого-то 10 тысяч. Если люди избрали этого примара, то я сейчас не говорю про взаимоотношения региона с центром. Здесь обоюдно. Очень плохо, что нету этой связи, но здесь должно быть желание обоих сторон контактироваться. Обоих, не только одной стороны. И каждая из сторон должна думать, что она сделает для того, чтобы эта связь была. А что делать в этой ситуации с примаром? Здесь нам ничего не выделяется, туда нам запрещают идти. А как развивать населенный пункт? Начинаешь привлекать проекты центра. А, ты спас, ты санду. У нас это как уже, если привлек деньги, значит ты спас. Это наши деньги. Что значит наши деньги? Значит, если мы привлекли с какого-то европейского проекта деньги, если мы в этом проекте единственная мэрия с Молдовы и привлекли 6 миллионов лей, какое-то отношение к ним имеет к деньгам республиканским или региональным? Это средства доноров. К ним никакого отношения не имеет ни шор, ни пас. Деньги пришли от партнеров, с которыми мы написали проект, мы этот проект выиграли. Есть много проектов, где правительство ведь никакого отношения не имеет к этому проекту. Ага, эти деньги нам должны были, вот вчера товарищ один выступал, это все деньги, которые нам положены. Что положено? Нам положено то, что положено. Кстати, с центрального бюджета Молдовы все деньги проходят через Народное собрание Гаузии. Все трансферты на дороги, на садики, на спортивные школы, все проходят через бюджет Гаузии. В прошлом году деньги на садики поступили в марте, мы их получили из бюджета Гаузии в ноябре месяце. Мы их не успевали осваивать, потому что были моменты, выборы, все это тянулось очень долго в Народном собрании. Никто напрямую, центр напрямую ничего не выделяет сегодня мэриям, как об этом говорят. Никто никому ничего не выделяет. Если есть проект, написал проект, выиграл, допустим, в рамках проекта, который садик от 1,4 млн, проект в основном все были отобраны городом Молдовы. Потому что в городах все-таки можно создать садики, которые станут как районные, которые можно принимать, ясельные группы, потому что никто не выделит полтора минуты, чтобы открыть на 10 детей в каком-то маленьком селе такой группы ясельной. Это не совсем удобно. Да, садик должен быть в каждом селе, но городах. Поэтому я посмотрел, 10 городов получают по этому проекту финансовое средство, но остальные средства все проходят через бюджет Гагаузии. У нас единственный регион Гагаузия, ну и по праву, в молдавских районах примарии финансируются напрямую. Все транспорты, которые с Кишинева идут напрямую мэриям, у нас все средства проходят через бюджет Гагаузии. Почему кто-то заявляет, что примары получают напрямую деньги? Но не получаем мы напрямую деньги. Все средства проходят, да, есть средства доноров, они вообще проходят дневное правительство. Правительство к этим регионам отношения имеют, они получаем, мы получаем напрямую от партнеров наши деньги. А остальные транспорты, средства транспорты только через народное собрание с полком. У нас только в Гагаузии такая процедура. Да, очень плохо, что до сих пор не налажено отношения. Просто очень много спекуляций, очень много обмана, дезинформации, которые вещают, к сожалению, наши ГРТ. Я вот вчера послушал двух деятелей, особенно одного, и вот он, вот, напрямую примарии финансируются. Где? Пускай он пригласит примаров, даже который лоялен к этой известной партии Гагаузии, он тоже скажет, что никаких средств мы не получаем напрямую. Все идет через постановление народного собрания. То есть получается, как орган народного собрания, орган через который проходит. Пока народное собрание не проголосовало, не подтвердило то, что выделило правительство или министерство финансов, мы средства не можем освоить. Согласна. Спасибо вам за ваши искренние ответы. Будем надеяться, что все-таки у вас что-то получится, договориться, как-то с нашей У нас все получается, мы работаем, люди пускай делают свой выбор. Мне часто задают вопрос, а кого вы из кандидатов будете поддерживать? Я говорю, я поддерживаю всех. Выбор будете делать вы. Кто из кандидатов приедет в Чедер-Лунгу и захочет встретиться с жителями, я буду присутствовать на всех встречах. Со всеми кандидатами. Понятно, я не буду выступать, но я поддерживаю всех кандидатов. Выбор пускай делают жители. И не буду ни заодно кандидата агитировать. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Лавзона» на новостном портале В гостях был примар Муниципе Чедер-Лунга Анатолий Топал. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok